Согласно статистике, с начала 2017 года цены на продукты в Севастополе выросли на 2%. Это больше, чем в среднем по Южному федеральному округу и по стране. По данным мониторинга, стоимость отдельных товаров выросла ещё больше. За два месяца цена на рис увеличилась на 24%, на гречку – на 10%, муку и молоко – более чем на 6%. «Всё очень дорого на самом деле. Более-менее нормального нет у нас. Подорожало всё очень резко, сильно». «Молочные продукты много и как будто бы там где-то есть немножко разница. Там каких-то несколько копеек, может быть даже до 5 копеек, до 5 рублей вернее». «Мясо стало дороже, творог по 250 даже берём, сметана». Вопрос ценообразования прежде всего в крупных магазинах сегодня решают на городском уровне. На рабочем совещании с руководителями продуктовых сетей глава Севастополя Дмитрий Владимирович Овсянников отметил, цены на все виды товаров должны быть экономически обоснованными. В противном случае федеральная налоговая и антимонопольная службы применят к предпринимателям и оптовикам санкции. «Наш разговор был очень острый, но мы заверили коллег из торговых сетей, что эту ситуацию больше не будем оставлять без внимания. Мы договорились, что мы будем более тщательно отслеживать ситуацию, потому что даже информация по мониторингу, она является основанием для воздействия со стороны ФАС, воздействия со стороны прокуратуры. Поэтому нам же важно не то, как мониторинг проводится, не то, какие соглашения мы подписываем с тем, чтобы регулировать наценки. Нам важно, чтобы сам уровень цен снижался». В ближайшее время налоговая служба проверит деятельность оптовиков, которые поставляют продукты в торговые сети. Правоохранители проведут общий мониторинг рынка. По инициативе главы Севастополя, в Севастополе уже осуществляется комплекс мер по развитию торговли и предпринимательства. Так, в разработке находится проект по созданию оптового сельскохозяйственного рынка в районе седьмого километра.